Здравствуйте друзья! В этом обзоре для разнообразия я отвлекусь от устройств принадлежащих к кокосистеме Xiaomi и расскажу про других производителей, которые также выпускают устройства для умного дома. Героем сегодняшнего обзора будет управляемая светодиодная цветная лента Blitzwolf BVLT11. При функционале, схожем к функционалу уже известной и полюбившейся многим ленте Xiaomi E-Lite, эта лента стоит значительно дешевле, например, эта версия на 5 метров стоит немножко дешевле, чем 2-метровый E-Lite. Но давайте обо всем сначала и поподробнее. Поставляется лента в картонной коробке, характерной для продукции Blitzwolf в бело-зеленых цветах. На задней стороне указана длина, в моем случае 5 метров, бывает еще вариант на 2 метра. На ленте находятся отдельно светодиоды белого свечения на 4000 градусов Кельвина и отдельно цветные. Моя версия с евровилкой под 230 вольт. На торце параметры чуть подробнее. Регулировка цветовой температуры, но это для цветных диодов. RGB режим. Индекс цветопередачи 80. Световой поток 1250 люмен. Время жизни 30 тысяч часов. Мощность 24 ватта. И возможность кастомизации путем нарезания отдельными кусками. Приступим к разбору содержимого коробки. Под крышкой нас встречает бокс с бобиной, на которой намотана лента инструкции. Кроме этого, в нижней части коробки находится блок питания с полутораметровым кабелем и блок управления с кабелем такой же длины. Инструкция на английском, французском, немецком и испанских языках. Русского языка нет. Кроме уже перечисленных параметров, в инструкции указано количество диодов по 150 белых и цветных для 5-метровой версии, по 60 для 2-метровой. Класс защиты для ленты IP44 и IP20 для контроллера. Интерфейс Wi-Fi 2.4 ГГц. Блок питания на 12 вольт до 2 ампер, максимум 24 ватта. Вроде и не сильно много для ленты длиной 5 метров, но что есть, то есть. Контроллер – это мозги и ленты. К нему, с одной стороны, подключается блок питания, с другой стороны – лента. На нем имеется единственная кнопка для запуска синхронизации ручного управления. С нижней стороны контроллера находятся крепежи с двустороннего скотча. Длина кабеля питания и управления, в принципе, позволяет вынести контроллер в удобное для ручного управления место. Лента отдельно смотана на бобине. Я не проверял, но не исключено, что контроллеру подойдет другая подобного класса лента. Лента имеет 5-контактный разъем. Один разъем общий – земля, и каналы управления для белого, красного, синего и зеленого цвета. Светодиоды на самой ленте расположены попарно – белый и цветной. После первого включения ленты, ее нужно перевести в режим сопряжения путем зажимания клавиши на контроллеры на 5 секунд. Диоды начнут мерцать. Лента поддерживается приложением Tuya Smart, которое в свою очередь поддерживается системой Home Assistant. Для подключения переходим во вкладку освещения и выбираем светильник, и запускается мастер подключения. Далее, следуя подсказкам мастера, выбираем точку доступа в диапазоне 2,4 ГГц и ждем завершения процесса подключения. В завершении процесса выбираем локацию, местоположение устройства. На этом мастер подключения закрывается, и лента появляется в списке устройств. Переходим к плагину устройства. Плагин имеет 5 окон, переключение между которыми осуществляется в нижней части экрана, и большую кнопку включения-выключения посередине. Первое окно – это белый свет. Тут регулируется только яркость. Температура 4000 градусов Кельвина, как по мне, наиболее оптимальная. Второе окно – цветной режим. Тут можно регулировать яркость, цвет и насыщенность. Третье – это предустановленные сцены. Они динамичны, со сменой цветов и яркости. Четвертое окно – музыкальный режим. Используя микрофон смартфона, плагин ленты управляет ее свечением в такт музыки. Последнее, пятое окно – это таймеры, где можно задавать разовое или периодические включения и выключения ленты. В меню настроек ленты, кроме прочего, содержится информация о совместимости с сервисами Amazon Alexa, Google Assistant и FTTT. Там же можно протестировать качество подключения к сети. Для нормальной работы ленты нужен доступ в интернет. Проверить версию прошивки и при необходимости поделиться доступом с другими Tuya аккаунтами. Время приступить к испытаниям. Сразу хочу отметить то, что плагин приложения Tuya Smart, несмотря на то, что связь осуществляется через интернет, отзывается чутко и быстро. Если сравнивать с тем же мехом, то Tuya Smart однозначно шустрей. В режиме белого и цветного освещения работают разные светодиоды. Это позволяет и повысить яркость в режиме белого света, и увеличивает срок службы диодов. При включении белых диодов, если камера расположена очень близко, то видно, как появляется мерцание. На цветных этого не видно. Издалека и невооруженным глазом никакого мерцания не заметно. Как и логично было предположить, в режиме белого света достигается наибольшая яркость. 4000к на мой взгляд наиболее приемлемая цветовая температура. Но можно было все-таки предусмотреть ее регулировку. Конечно, можно смоделировать любой оттенок на цветных диодах, но яркость там будет значительно ниже. Полной длины ленты почти хватило на три стороны двухстворчатой двери. Получился эдакий портал. Вообще, с точки зрения применения, подойдет для освещения рабочих поверхностей, например, в кухне, с дополнительными фишками цветного освещения в режиме ночника. Либо как освещение коридоров, прихожих, освещение отдельных зон в комнатах. Цветной режим для атмосферного освещения, для подсветки при просмотре фильмов, ночников, можно использовать для оповещений. Для системы Home Assistant существует поддержка устройств системы Tuya Smart. Для этого нужно прописать свои регистрационные данные в файле Configuration YAML. После этого устройство появится в Home Assistant. Не все, но многие. Например, умный замок Alphavise, про который я рассказывал ранее, не поддерживается. Но с этой лентой проблем нет. Лента имеет стандартное для домена Lite управление. После включения активируется цветовая палитра, по окружности которой выбирается желаемый цвет. В центре – белый, и ползунком регулируется яркость. В отличие от лент Yelight, тут нет цветовых эффектов, но их можно сделать скриптами самостоятельно. Устройство в системе поддерживает 17 различных возможностей. Но это не значит, что столько есть в реальности. Кроме включения и выключения изменений яркости и цвета, мне особенно ничего в голову не приходит. Но надо понимать, что, например, та же яркость может измеряться как от 1 до 255 в абсолютных единицах, так и от 1 до 100%. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok